ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мы снова снимаем шоу «Сосед пианиста» У нас новый участник нашего Апсюрт продакшн И сейчас будет очень интересная тема Мы разберем фейлы музыкантов на сцене, наши и наших коллег Так начнем же разбирать, Филипп, наверное, надо было сказать Пожалуй, мы начнем Недавно я играл экзамен по специальности Это был концерт Шумана Естественно, мы его играли в два рояля с моим преподавателем И все было очень хорошо Мне очень нравилась музыка, все прекрасно Но в какой-то момент Там есть разработка, то есть середина И в ней мы играем, значит, в унисон мелодию Мы играем в унисон эту мелодию И я понимаю, что, ну, вот типа следующий такт Я не знаю Ну, я вообще не знаю, что там играть А поскольку мы играем в унисон Мне что-то надо играть в любом случае Думал я, хотя можно было просто ничего не играть Все бы прошло Но нет, я решил, буду играть все, что угодно Ну, типа, вдруг в какой-то момент я попаду И, ну, пойму, как выпутаться из ситуации Да, он мне присылал это видео Я покажу это видео Я думала, что он играет в концерт Шостаковича У меня был случай Мы играли на концерте камерной музыки в Рахманинском зале Был классный вечер моего педагога Вот И отыграв с виолончелистом Меня попросили последнему номеру Последний номер всегда самый крутой Перевернуть ноты Ребята были очень крутые Очень классно играли И мне заранее альтист подошел и сказал Что в нотах у пианиста будет написано Переверни альту Вот А это же вообще для дебилов Я вообще этого не видела Вот, то есть я листаю ноты Листаю Зал наполнен просто людьми Как бы все серьезно Вот Я листаю ноты И я не вижу Я просто как бы листаю пианисту и все И тут я слышу правым ухом Что звуки альта приближаются И шептание такое В зале Вот Я поворачиваю голову И вижу, что альтист задом Вот так подошел ко мне И вот так мне пилит Короче, в ухо Чтобы я ему перевернула ноты Я, короче, встала У меня еще каблуки были такие И такое платье рыбкой Я там просто выпутила свое пузо Такая на каблуках такая Иду Там цок-цок-цок на весь зал Просто они бедные играют Он там что-то наизусть пытается вспомнить Я ему такая быстро переворачиваю И иду цок-цок-цок Обратно сажусь к пианисту И потом опять я вижу Переверни альту Я опять встаю вот так тяжело Короче, топ И туда народ ржет Просто я испортила ребятам концерт Я считаю Это ужасно Может быть, реально Кто-нибудь спутал или любил Ну, вот это, блин, было бы классно А как про огурцы на вступительных Гнесинке разговаривала комиссия? Ну да, нет Они на вступительных Они всегда так разговаривали Всегда Ой, была одна у меня история Я тогда играл Ну, что-то такое проникновенное Проникновенное Типа там, не знаю Вообще даже не вспомню Что, возможно, это был там Какой-нибудь актер Шопена И, ну, все это так должно было быть Очень, ну, так, тихо И, так, красивенько Но В том, что было, типа, очень много пауз И в какой-то из пауз Я, ну, услышал странный звук Я даже сначала не понял Что это за звук И, ну, там была следующая пауза В следующей паузе Я услышал просто Дикий какой-то Прям в паузе Я просто, ну, то есть, типа, в шоке сижу И не понимаю, что Я понимаю, что кто-то храпит Но обычно на концертах такого не происходит Потому что, ну, кто-то его там пнет, пихнет А тут ничего не происходило Филипп, ты погрузил в сон своим ноктюрным Как-то раз мы с виолончелистом играли на концерте в музеоне Это был концерт Open Air на открытом воздухе Вот Была подзвучка То есть, весь звук разносился по всему музеону Вот сидели люди Люди платили за это деньги Вот И я впервые играла на синтезаторе лицом к публике И, то есть, мне нужно было Я еще была в юбке Мне нужно было держать ноги вот так Так вот, дело совсем не в этом А в том, что, когда мы репетировали Ветра не было Вот А как только начался концерт Подул ветер И унес ноты виолончелиста Куда-то в другую сторону Но он, короче, за ними То ли побежал, то ли как-то нагибался Пытался их достать В этот момент я развлекала публику Вот Причем фальшиво Я там что-то лажала Потому что я смотрела и волновалась Чтобы он их достал Вот И когда он достал свои ноты Он заиграл И тут уже ветер унес мои ноты И уже я побежала за своими нотами Вот Но мы как бы друг друга прикрыли Мы такие напарники Вот И все завершилось В общем, неплохо Неплохо нам хлопали Вот Но еще перед этим Что было перед этим Девочка играла Рахмальну На этом же синтезаторе На котором играла я Вот И она, видимо, в порыве Там же сложно играть Рахмальну Как бы руки туда-сюда Вот Она, видимо, задела Какую-то из кнопок На этом синтезаторе И весь синтезатор переключился На октаву вверх То есть все звучало выше На октаву вверх И она Всего этого Рахмальна Я не знаю, как она не остановилась Потому что я бы точно Запнулась и сказала Я так играть не буду Потому что я королевна Вот Эта девочка Она доиграла до конца И вот когда вышла я Никто это не исправил Вот И я просто нажимаю до И как бы Я вроде бы пианист Я всю жизнь играю на фортепиано Но я не могу понять Это верхняя до или нижняя Я спрашиваю С Вывел учитель Это все так Или все не так Он говорит Нет, это не та до Я говорю Тогда я не буду Все люди сидят Я говорю Я не буду играть Пока вы мне нет Не переключите Вот Это же сделать одной кнопкой Я не знала, как это делается В самом деле Если ты хочешь цветочек Можешь его взять Но Не Тебе любой Мне дали цветочек Очень странные дела Откуда у тебя цветочек Не знаю Он прилетел ко мне Я тоже Из того блока Не знаю У меня историки такие Смышные для училки Знаешь Такое Я села играть за пианино А оно расстроено на полтона Внизу Так Ну я же тоже играю Камерин с Вилан Челли Вообще-то у нас была Одна история Когда Нам нужно было Выходить на сцену Рахманинского зала Ну и типа Уже мы все Стоим Там идем Очень сильно Нервничаем И тут вот Минуты Наверное За полторы До выступления Он через что Понимает Что у нее Не стоит Вилан Челли Нужно пояснить Нужно пояснение Вилан Челли Не стоит Потому что У нее сломался шпиль То есть Она ее ставит А она Ну типа Падает Потому что Это как Ну как Складывается Ну это Штучка Складывается Штучка И все дело в том Что Там Ну какая-то Штучка Я просто Не знаю Она Типа слетела Или еще Что-то такое Сломалась И мы Стали бегать По всему Рахманиновскому залу Искать Просто Вилан Челли А там Нельзя любую Штучку Вставить Как оказалось Там нужна Определенная Штучка Для определенных Вилан Челли И поэтому Нужно было Обижать там Просто всех Вилан Челлистов И мы Нашли Кого-то Кто тоже Должен был Играть после нас И это было Очень неудобно Но мы все равно Взяли у него Эту там Хрень для шпиля И поставили Но это Естественно Мы пропустили Своё выступление То есть Это было Очень страшно Слушай Ну вообще У моего Вилан Челлиста Там же В Рахманском зале Когда он играл Со шпилем Этот шпиль Поехал Вот И он пытался Он играя На виолончели Пытался Обратно поставить В эту дырку Виолончель Ой Никита звонит Чувствует Что мы про него говорим Отвечаю Уши горят Тебя это отвлекать У меня была Такая история На Когда я еще был Маленький А у нас была Такая ведущая Музыкальной школы И она Ну так вела Пафосно Знаете так пафосно Ну провинциально Очень И что-то она Рассказывала Про Шинель По-моему И она значит Что-то рассказывает Про него И то ли она Ударение не то Поставила То ли еще что-то И я Во время концерта Перекрикивая Вот ее Ведущую Через весь зал Заорал Что она Типа не права Ну я только не помню Что я заорала Вот ты сволочь Конечно Меня так отчитали Просто отвратительно Я скажу Что я Омерзительно Себя поступил Ну себя введу И так делать нельзя Это ужасно Отвратительно И мерзко В общем Я тогда еще так Оскорбился Думаю Какого черта Значит надо Просто лучше Готовиться к выступлениям Сколько тебе было лет? Мне было лет 12-11 Вот мне лет 12-11 У меня был случай Я играла в ДШИ Я училась в ДШИ Детской школе искусств Вот И Я лажала Я лажала по страшному У меня помню Даже где-то есть детское видео Вот Я просто Я не помнила Вообще Просто играла Какую-то муть Вот Причем Играла довольно долго Вот Играла довольно долго И уже под конец Я решила не заканчивать Я положила вот так руки И повернула в зал Показала язык всем И начала с начала И уже от начала до конца Я сыграла идеально Кстати Я очень люблю кружиться Ну В тексте Потому что у меня часто бывает такое Что вроде все выучено Но Потом я Ну Типа Не знаю Как это все дело закончится И Как раз В музыкальной школе Когда я учился У меня тоже были Все концерты И я играл На какой-то этюд Типа на полторы страницы И в этом этюде На полторы страницы Я кружил Наверное минуты две Потому что Ну я типа Знаете Такие места есть Ты доходишь До этого места И можно перейти Вот сюда И я переходил Всегда переходил Потому что я не знал Что дальше Мне две недели Снился такой кошмар После одного концерта Это кошмар Это правда кошмар Еще Ну у меня обычно Все фейлы Кстати говоря На экзаменах происходит По концклассу? Ну вообще В принципе На всех экзаменах Начиная от моего Госэкзамена По специальности Когда я В середине сонаты Понял Что я иду На ее конец Ну типа Там просто Концы одинаковые Но в разных тональностях Но поскольку Это госэкзамен Это вообще Очень стремно Так облажаться И я значит Понимаю Что я иду К концу сонаты Заканчиваю сонату И после нее Продолжаю То что там Да это спокойно Как ни в чем не бывало Звучит дико странно И Ну я думаю Ну если бы я сейчас закончил Это было бы гораздо более странно Потом На экзамене По консклассу Да есть и такие Я играл Причем Это был экзамен Когда нужно было играть Ну глинку Там типа Буквально 3-4 страницы Полной фигни Вообще Ну типа там Пум-пам-пам-пам-пум-пам-пам Но Я просто идиот И я не клею ноты Ребята Клейте ноты Всегда Клейте ноты У меня были 4 странички И у меня был Очень хороший вокалист Ну в смысле Он был очень добр Добрый такой вот Я играю Играю-играю И Что-то в какой-то момент Я понимаю Что он что-то не то поет Я такой думаю Какого черта Это мой экзамен Сейчас он меня обосрет Весь экзамен И он такой говорит Вы меня извините Ну там Жюри Комиссии Вы меня извините Пожалуйста Я что-то не то спел Давайте мы еще Извините пожалуйста Можно мы еще раз Сначала начнем Я думаю Не то Пеба козел Играю опять И опять на этом же месте Он опять поет не то Я думаю Ну все Ну в принципе все Короче Это вот первый номер Моего экзамена И можно уже уходить А рядом со мной сидел мой однокурсник И он мне говорит Филипп, переверни ноты И в этот момент я понимаю, что Ну там просто нет страничек, ничего Просто вот, ну, ноты и всё Я понимаю, что я перепутал вторую с третьей странички И если их перевернуть обратно, в принципе, ничего не меняется Но вокалист об этой схемке не знает В общем, короче говоря, я переворачиваю странички Мы всё играем нормально Но потом этот экзамен я уже просто дрожал весь Помнишь, мы когда поступали в Гнесинку? Там у нас в Гнесинке в малом зале такая ступенька Она такая, типа, не до ступенька Ну потому что сцены обычно, типа, высокие А здесь сцена не очень высокая Она, типа, со ступеньку Но ступеньку такую не очень большую Да, это знаменитая история Ну, я такой выхожу на эту сцену и думаю Блин, ну как подняться? Очень неловко вот это что-то обходить туда в конец По этим маленьким ступенечкам забираться И я вот так вот на эту залезаю А потом оказалось, что с Андре была примерно такая же история Только я была в юбке Только она была в юбке И на каблуках Представляю этот грохот Да, на меня заорали и сказали, что так себя не ведут В этом храме музыки Вообще в Гнесинке нас много очень отчитывали За то, что мы неправильно себя ведем Да, ко мне однажды подошли и сказали, что Мои плотные колготки пора уже сменить на капроновые Вот, а также в Гнесинке на госэкзамене по концклассу Вот, я переворачивала страницу подруги И она играла частушки Не забыла, чьи частушки Вот, пела очень смешная вокалистка Вот, и, то есть, моя подруга, она всегда отличается Серьезностью, с концентрированностью И таким спокойствием Вот, и то есть, первые две страницы Она играет очень спокойно, очень спокойно И я уже такая сижу и начинаю сама такая Успокаиваться, засыпать Вот, и тут, и я понимаю, что я ничего уже не перерачиваю И тут она сама такая Вдруг у меня глаза округляются Она такая резко переворачивает страницу И в как-тап, унцап, 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 унцап У меня такой дикий ржач Она сидит вот это Просто какая-то неожиданная резкость В ней забурлила Это вокалистка, которая там с тремя подбородками Стоит эти частушки На меня какая-то смешинка нашла Я сижу на экзамене Я уже просто еле сдерживаюсь У меня слезы текут Я еле переворачиваю эти страницы Я вижу свою подругу, она сидит, играет и тоже ржет Мы просто сидим и угораем вдвоем Еще одна история После сольного концерта С виолончелью Мы решили позабавить публику Популярной музыкой И решили сыграть на бис Титаник Это было спонтанное решение Буквально за 10 минут До начала концерта мы такие А давай в конце сыграем Титаник И я там что-то подобрала Быстренько аккомпанемент И думаю, ну все, отлично зайдет Вообще никаких проблем Мы там сказали Ты играешь вот эту мелодию Ты играешь вот эту мелодию И вот в конце пришло время Наконец этого биса Я, значит, начинаю играть вступление И слышу, значит, что идет такая мелодия То есть я здесь перепутал начало и конец самого вот этого куплета. И закружила. Да, а потом играет. А потом. И мы как-то так расходимся, и получается суперзаменитая музыка, которая играется вообще неправильно, это понимают все. То есть все, что мы играли до этого, там какой-нибудь Бетховен, ну как бы можно было лажать, и как бы никто особо не понял. Но здесь это был просто явный провал. Ну вот мы и вспомнили все, что смогли, а что не смогли. И я надеюсь, вы попробуете вспомнить свои истории, написать их в наши комментарии. Внизу. Спасибо, что вы нас смотрите. Нам очень приятно. Смотрите еще. И лайкайте. И подписывайтесь. И ставьте компанелы. Давайте. Испать топота копыт пыль пополю летит. Трали-бали, трали-бали. И украли меня садари. Испать топота копыт пыль пополю летит. Не верно. Испать топота копыт пыль пополю летит. Испать топота копыт пыль пополю летит. Продолжение следует...